Приветище, это кафе-симулятор и у меня обморожение, потому что я сижу в морозилке. Сегодня с самого ранья мне пришло письмо. Нужно восстановить здание под фастфуд проект. В общем, погнали, посмотрим на эту развалю. Это должно быть фастфуд кафе. Убери весь мусор, реставрируй всё, что сломано, создай интерьер и декор, который подошёл бы для фастфуда. Хорошего дня. Ой-ё-ё. Ой-ё-ё. Куда меня закинуло? Прям в центр города. И вот эту вот развалюху мне нужно починить, так у неё дырка в потолке. А как мне вообще зайти? Или это не моё здание? А-а-а, проход завален. Что ж, закатываем рукава и начинаем уборочку. Мамма миа, здесь что, ядро прилетело с неба откуда? Или как в средневековье дракон бахнул своим пламенем? Я, короче, выяснил, что мои грабли умеют работать по Wi-Fi. Гляди, мне даже не надо подходить к этой листве. Оп. Ну ладно, поближе надо подойти. Всё-таки у Wi-Fi есть диапазон, правильно же? Территория очищена, одравлена. Теперь нам нужно оттирать стенки. И для этого я вызываю губку Боба. Вау. Чиним лестничный пролёт. Ну я как бы подписывался на уборку, декор и мелкий ремонт. Но чтобы ремонтировать здание, да тут бригада нужна, ребята. Вы что, издеваетесь, что ли? Левитирующее перекрестие. Подожди, а что это я на него запрыгнуть не могу? Не понял. Во, 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 нифига себе. Слушай, я хочу сделать левитирующие крестовины наверху. Смотри, как роскошно. А ещё можно левитирующий потолок сделать. Вот такой вот. Убитый, конечно, но он же левитирующий. Ни у кого такого нет. Огонь смотрится. Островок безопасности идите колодись. Ну вроде бы всё. Единственное, только я не знаю, как вот эти дыры залатать. Через них как бы тоже можно провалиться. Может вот эти плиты оббить. Блин, как здесь теперь темно стало. Второго света нет. Зато на втором этаже появился пол. А здесь двери вообще предусмотрены или нет? Вдруг вихрь, ураган. Или снежный человек вдруг захочет вломиться пожрать. А здесь двери нет. Ладненько, приступаем к отделочке. Стеночки. Какие же у нас будут стеночки? Вау. Подвальное заведение, которое находится не в подвале, а на поверхности. Напоминает ржавый трюм корабля. Ладно, ладно, я пожутил. Это, конечно, всё прикольно. Но давай вот такой вот. Я даже не знаю, слушай, что лучше, ржавчина или металлические пластины. Блин, ну давай вот так вот оставим. Но лестницу, я думаю, всё-таки сделать вот такую вот. Вот. Тоже что-то металлическое, инопланетное. Или может быть вот такое деревянное. Короче, я на всё это деньги свои не трачу. Это бабки клиента. Буду экспериментировать. Как тебе такой интерьер из разного дерева? Короче, решил остановиться на этом варианте. На полу будет дерево. Вот такой вот вариантик. Сейчас посмотрим, как он будет сочетаться. Давай возьмём светлий пол. Тоже не сочетается. Возьмём паркет. Ёлочкой. Короче, я тут наваял разного полу. Мне понравился вот этот. Значит, на нём и остановимся. Блин, зачётно смотрится. Я прям в офиге от самого себя. Осталось только потолок поменять. Потолочный потолок будет у нас тоже из дерева. Или может быть вот такой. Сколько тут разнообразия. А почему мы металлический потолок красим? Ну, короче, я тут набросал всякие разные варианты. Я думаю, что нужно остановиться тоже на деревянном вот таком вот потолке. Ну, по-моему, идеально. А на втором этаже у нас будет вот так вот. Словно на башне замка какой-то стою. И смотрю вниз. С внутряночкой всё закончено. Переходим к внешней отделочке. Плиточку будем, как в тетрисе, укладывать. Виола, словно заезд в гараж. Приступаем к декорированию и обустройству нашего фастфудрестика. В этот раз я сперва сделаю кухню, чтобы не облажаться, как в прошлый раз, когда я уже всё расставил и только потом начал впихивать кухню. Поэтому, кажется, у нас будет стоять прямо на входе. Столы для готовки у нас будут стоять островком. Нет, я передумал. Столы будут у нас стоять островком, но в другом месте. Чёрт подери! Моя идея треснула по одному месту. Не влазят они так. Тогда будет вот так. Печь будет стоять здесь. Короче, по заданию мне нужно разместить две раковины. А это что такое, Карл? Здесь две раковины. Но он читает её за одну. Ладно, будет по-твоему. Ущербно будет смотреться. Но ты так захотел. Теперь самое сладенькое. Мороженица и попкорн. Поставим их у окна, чтобы посетители заходили и самостоятельно набирали себе сладости. Как их захотят. Я всё думал, что же это за местечко такое. И потом понял. Может быть это будет туалет? Как бы какой рейстик без туалета? Места тут чертовски мало, но кабинка поместилась. И нам теперь нужно здесь поставить раковину. Конечно же дозатор и сушилка для рук. Нам осталось поставить две лампы, три стола, какой-нибудь декор и развлечение. Начнём с ламп, конечно же. Нам нужно осветить кухню. Вот так вот. Столы для посетителей у нас будут на крыше с закрытой беседкой. Просто отличнейшее решение. Ну по-моему вообще огонь. Сейчас я здесь ещё всё задекорирую и будет красота. Ну что, я всё сделал? А теперь у нас настало время рум-тура. Добро пожаловать в рейстик без названия. Анонимус. Итак, пойдёмте. Прошу. Проходим через центральную аллею. Заходим в главный вход без дверей. Здесь у нас всё выполнено по стилистике. Корабельный трюм. На первом этаже у нас кухня. Всё необходимое. Также у нас здесь туалет. Без понтово, что, конечно, в туалет нужно проходить через кухню. Тут всё-таки люди готовят, а ты такой пошёл попердеть сюда. Некрасиво. Ну что поделать. Тут у нас мороженка, попкорн. Такой заходишь. Здравствуйте. Мне, короче, два бургера. Стейк и карбонара. Пожалуйста. Берёшь попкорн, мороженку, поднимаешься на второй этаж. А здесь тебя встречает музыкальный центр. Включаешь музло. Выбираешь столик. Тут можно книжки почитать. Тут можно кальянчик похурить. Листики понюхать. Садишься сюда и кайфуешь. Ну просто блаженство. Я думаю, что заказчик будет доволен. Всё по соточке. 600 опыта, 5000 зарплата. Огонь. Я дома, я дома, я дома. Мне ещё чуть-чуть нужно набрать опыта, чтобы мне дали денег. И я купил второй этаж. Давайте, ребятки, открываемся. Чё-то, блин, посетителей совсем нет. Уже час прошёл. О, он наконец-то пошёл. Лысый. Спасибо, что заглянул. А чё у тебя рыл такое корявое? Нифига себе, чё это взорвалось там? Какого? Вроде всё нормально. Но я пересрался. Да что это такое-то? НЛО, что ли, прилетело или чё? Чак, ты слышишь, как будто кто-то из бластера стреляет. Может, у меня там в щитовой какие-то проблемы? Да нет, вроде здесь всё путём. Постою здесь и посмотрю. Может, молния бьёт мой в ресторан? Ох, нифига себе. Но это не она. Блин, второй этаж такой побитый. Окон нет, отделки нет. Девятый уровень. Еееее. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Я могу купить тебе второй этаж. Покупаем и пошли смотреть, что там вообще происходит на втором этаже. Смотри, двери исчезли и тут потёмки. Как всё стрёмно. Так, ты сюда не ходи. А, ты сюда пошёл. А чё ты сюда пошёл? Ох, сколько здесь работы-то, а? Ну вот, отрабатывай свои 50 долларов. Красавчик. Меня только не трогай. Смотри, что ты трогаешь? Что ты трогаешь? Ты инопланетянин, что ли? Ты воздух зачем трогаешь? Горшок поднял, такой посмотрел. Ты только глянь на его руки. Он всё поднимает, смотрит на это. Зачем? Куда ты пошёл? Ты ещё тут не убрался. Я, короче, вот это всё убирать не буду. Я зарплату ему плачу. Едите колотить. Ну что ж такое-то? Все холодосы полетели к чертям. Мне нужен электрик ещё на полставки. Я всё чинить успеваю. Мне тут Чак сказал, короче, что у нас отзывы появились. Давай посмотрим наши отзывы. Привет, это Шериф Дрис. Так как ты новенький в наших краях, хочу сообщить, что каждый год у нас проходит фастфуд фестиваль. Так что приготовь пиццу, бургеры и суши в своём меню. И будь готов к большому наплыву людей. Желаю удачи. Вау, круто. Но сперва нужно отзывы почитать. Значит, 4 звезды. Всё понравилось, особенно уют. 3 звезды. Нет досуга в заведении. Не советую. Снова 3 звезды. Добрый день. Было некомфортно из-за плохого ремонта. И крыс. Да ладно, у меня первый этаж в идеале. Вы чё? 3 звезды снова. Вообще нет досуга в заведении. Не советую. Вы чё здесь? Где эти посетители? Я им сейчас выскажу. Вы чё сюда? Вы поесть приходите или развлекаться? Это вам чё, игровые автоматы здесь? Клуб с игровыми автоматами? Вы оборзели что ли? Чё у тебя случилось? Высокий инозри. Мусор не можешь убрать. Мусорный контейнер забился? Ладно. Ох, нифига себе, как рядом молния-то шлёпнула. Ладно, сейчас вывоз мусора оформлю. Надо срочно на втором этаже застеклить окна. Дождь такой льёт, ужас просто. Теперь можно смотреть за мусоркой через второй этаж. Чак! Иди сюда, быстро убирай вот это вот. Смотри, сколько тут барахла. Ты почти управился. Ты почти всё помещение очистил. Как же хорошо, что я тебя нанял за 50 баксов. Но скажу тебе честно, ты тормознутый. Ты очень долгий. Я тут подумал, что вот эта лестница очень тёмная. Брачная, я бы даже сказал. Надо здесь какое-нибудь освещение поставить. Вот, а так будет получше. Покомфортнее. Так, Чак, засранец. Так и не доубирался здесь. Ребята, спешу вам сообщить. С сегодняшнего дня у нас начинается фастфуд-фестиваль. Нужно приготовить огромную кучу пицц. А тебе нужно, Чак, продать 15 пицц. За это мы получим вознаграждение в 300 долларов. Тебе предстоит много уборки. Если мы получим награду от шерифа, то мы затусим. Устрою тусовку. Так что же с завтрашнего дня, чтобы все были как огурчик. Ты тоже должен быть как огурчик. Прикольно, теперь за бомжом можно следить и со второго этажа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова